Дамы и господа, приветствую вас на очередном мероприятии из серии Jumpstart. Я надеюсь, уже ставшими традиционными и полюбившимися нашей IT-аудиторией. Сегодня тема нашего мероприятия, как никогда, актуальна. Мы поговорим сегодня о Windows 10 и об использовании этой новой операционной системы от Microsoft в корпоративном сегменте, в корпоративной сети. Меня зовут Александр Шаповал. Я работаю в российском Microsoft экспертом по стратегическим технологиям. Любые вопросы, на которые мы сегодня не сможем или не успеем ответить, вы можете адресовать мне. Контакты мои основные перед вами сейчас на слайде. Как всегда, все презентации и видеозаписи этого мероприятия будут в дальнейшем доступны на обучающем портале Microsoft Virtual Academy MVA, а также на нашем ресурсе channel9.msdm.com. По уже сложившейся традиции, я сегодня буду не один. У меня будут гости в студии, один из них уже здесь. И мы постараемся поговорить о наиболее интересных с точки зрения корпоративного использования возможностях операционной системы Windows 10. Четыре темы мы сегодня с вами разберем. Вначале мы поговорим о миграции на Windows 10, поговорим о том, как концептуально изменился подход к обновлениям в этой операционной системе, какие инструменты вы можете использовать для развертывания обновления Windows 10 в своих организациях. Затем мы поговорим о новом, принципиально новом механизме установки и настройки операционной системы Windows 10 Provisioning или подготовка по-русски. Следующая тема будет посвящена вопросам управления устройствами с операционной системой Windows 10. И закончим мы темой безопасности. А конкретно поговорим о биометрической аутентификации на основе API Windows Hello. И обязательно постараемся это вам показать. Давайте приступим. И я с удовольствием представлю вам первого гостя. Это Владимир Зеленов, MVP по экспертизе Enterprise Client Management. Приветствую. Привет, Саша. Сегодня он поможет мне поговорить и разобрать непростую тему миграции на Windows 10. Ну а начну я этот доклад, это выступление с некоторого числа. Возможно, для некоторых из вас смешного или забавного. 1595 дней. Ровно столько осталось до окончания поддержки операционной системы Windows 7. С одной стороны, это достаточно большой срок. Четыре с лишним года. С другой стороны, как показывает практика, опыт наших клиентов, заказчиков, особенно крупных организаций, процесс миграции и перехода с одной операционной системы на другую, например, с XP на Windows 7, может занимать годы. И это порождает ряд проблем. С одной стороны, мы хотели бы предоставить максимально быстро новые возможности операционных систем Windows для ваших устройств. За годы работы в Microsoft я не один раз слышал пожелания или вопрос, вот почему там появившийся, например, протокол SMB 3.0, хороший, интересный, эффективный, не будет реализован в предыдущих версиях Windows. Почему то или иное приложение, встроенное в Windows, доступно только на последней версии операционной системы. И мы действительно хотели бы, чтобы вы получали максимально новые возможности, новые функции операционной системы гораздо быстрее, нежели так, как это было раньше, с интервалом в 3-4 года, когда выходит очередной релиз операционной системы. Для этого нам, с одной стороны, пришлось существенно переработать сам процесс разработки операционной системы. И теперь мы говорим о том, что Windows будет доступна в виде услуги, Windows as a Service. Что собой этот процесс разработки операционной системы представляет, мы сейчас с вами рассмотрим. С другой стороны, если обновления к операционной системе или новые возможности операционной системы появляются более часто, возникает вопрос, каким образом IT-специалистам в организациях эти обновления максимально эффективно и безболезненно применять на компьютер своей организации. Итак, с появлением Windows 10 мы переключаемся на новый режим, новый ритм разработки операционной системы. Как он выглядит? Внутри Microsoft каждый день, точнее говоря, каждую ночь компилируется и создается очередная сборка операционной системы Windows. И эту сборку устанавливает некоторое количество людей внутри группы разработки Windows на свои устройства для тестирования, проверки, выявления стабильной сборки. Затем, и об этом мы тоже уже рассказывали неоднократно, очередной билд, очередная сборка распространяется на энное количество машин, достаточно большое, это десятки тысяч компьютеров, сотрудников Microsoft, которые участвуют в этом проекте тестирования операционной системы. Собирается информация с этих машин, что хорошо, что плохо работает в этой сборке, где потенциальные проблемы с производительностью или со стабильностью, и группа разработки Windows, инженеры, собирают эту информацию и вносят соответствующие изменения. Затем формируется сборка, которая в рамках программы Microsoft Insider Preview теперь становится доступной довольно большому количеству людей за пределами Microsoft. Фактически любой из вас, а я думаю, многие давно это сделали уже, могут стать частью программы Microsoft Insider Preview и с определенным интервалом получать вот эти сборки Windows для того, чтобы посмотреть, что нового в этой сборке появилось, какие возможности наиболее интересны для вашей организации, ваших сценариев, и как себя ведут приложения на очередной модифицированной версии Windows. После того, как та или иная сборка проходит вот такой процесс тестирования, адаптации, в конечном итоге появляется сборка Windows, которая распространяется уже на машины домашних пользователей, на консюмерский сегмент, и это так называемая ветвь, которую в английской терминологии называем current branch, или просто текущая ветка, и такая сборка вышла на рынок 29 июля, как вы, наверное, многие знаете, и уже на текущий момент, за месяц с небольшим, эта операционная система установлена на более чем 75 миллионов устройств во всем мире. И начиная с этого момента, мы предполагаем, что постепенно организации начнут внедрять операционную систему Windows на устройства внутри своей корпоративной сети. Но и этот процесс внедрения компании тоже могут применять поэтапно, организовывая с помощью Windows Service Update Services, или Configuration Manager, или технологии Windows Update for Business, о которой мы еще будем говорить, так называемые кольца. То есть разбивая устройства на определенные группы, часть устройств внутри корпоративной сети получает Windows в первую очередь, на ней IT-служба компании проверяет, как себя ведет операционная система, как себя ведут приложения на этой сборке, и потом постепенно, поэтапно эта операционная система распространяется на остальные устройства организации. Что позволяет нам такой подход к разработке операционной системы и такой ритм реализовать? Если раньше операционная система, очередная версия Windows появлялась с интервалом в 3-4 года, то теперь новые возможности Windows будут появляться в течение нескольких месяцев. Обновление операционной системы можно условно разделить сейчас на две группы. Есть обновление Hotfix, которые устраняют какие-то проблемы, обнаруженные в текущей версии Windows 10. Есть Security Update, обновление безопасности, задача которых устранить обнаруженные бреши в системе безопасности операционной системы. Но кроме этого, как я уже сказал, раз в несколько месяцев мы будем выпускать так называемый Fitch Update. Это обновление, которое действительно изменяет возможности операционной системы. Добавляет какие-то новые функции, обновляет стеки протоколов, изменяет или добавляет встроенные приложения и так далее. И наша задача теперь с вами разобраться, как эти обновления будут появляться, каким образом вы можете их разворачивать на устройство своей организации и с помощью каких инструментов. Иными словами, дальше мы поговорим с вами о том, что вы сможете разворачивать, как это выглядит применительно к Windows 10 теперь, когда имеет смысл это делать и как, с помощью каких инструментов. Начнем с вопроса, что деплоить, что развертывать. Ответ на него далеко не такой очевидный, как может показаться. Итак, смотрите. В рамках программы Windows Insider Preview любой из вас, подключившись к этой программе, может получать предварительные сборки какими-то новыми возможностями. И, естественно, мы предполагаем, что установив на какие-то тестовые машины, IT-служба может смотреть, что нового в этих сборках появляется. Затем в определенный момент времени, 29 июля это произошло, операционная система, очередная сборка выходит в свет и распространяется с помощью Windows Update на большое количество устройств домашних пользователей в мире. Что происходило традиционно раньше? Организации смотрели, ну давайте мы подождем с вами сервис пак первый, вот когда он выйдет, мы его поставим, посмотрим, что получится, начнем применять на компьютерах организации. Этот процесс мог затягиваться действительно достаточно долго. Сейчас, благодаря тому, что сборки будут появляться регулярно и благодаря тому, что обновление функционала операционной системы будет происходить чаще, мы предполагаем, что со временем организации перестроятся вот на этот ритм и после появления вот такого current branch'а текущей сборки операционной системы спустя несколько месяцев развернут на компьютерах своей организации. И понятно, что вот сейчас, когда идет первый год после появления Windows 10 на рынке, к этому надо привыкнуть, надо подстроиться к такому ритму. Мы в течение ближайшего года будем подробно и не один раз рассказывать о том, как это будет происходить, что меняется в операционной системе и так далее, но мы надеемся, что в конечном итоге все от этого процесса выиграют. С одной стороны, такой вариант развертывания операционной системы и обновления позволяет действительно быстрее предоставлять вам новые возможности. С другой стороны, благодаря Insider Preview огромное количество людей используют, вернее, принимают участие в тестировании тех или иных возможностей, оставляют обратную связь, комментируют, что плохо, что хорошо, и группа разработки непрерывно получает информацию, анализируя, вносит изменения, улучшает возможности операционной системы. Поэтому мы предполагаем, что с течением времени основная масса ваших устройств будет работать вот под операционной системой Windows 10, ветку, которую мы называем Current Branch for Business. Сейчас мы разберемся, как это выглядит, в чем принципиальная разница. Но очевидно точно так же, что есть определенные устройства, на которые нет смысла накатывать какие-то обновления функциональных возможностей раз в несколько месяцев. Ну, банкоматы, оборудование, которое используется в производственных процессах, терминалы, точки продаж и так далее, тому подобное, можно много привести примеров. Для этих устройств будет выпускаться отдельный дистрибутив, мы поговорим сейчас и об этом, который называется Long Term Servicing Branch, LTSB. Основное отличие этой сборки заключается в том, что к ней не будут применяться фичи апдейты, обновления операционной системы, изменяющие функционал. Ну, естественно, на регулярной основе к этой сборке будут применяться фиксы и секьюрити апдейты. И поддержку такого варианта Windows мы будем осуществлять в течение нескольких лет. Это очень похоже на тот традиционный вариант использования Windows, к которому мы все привыкли ранее. Итак, как технически это будет реализовано? Смотрите, вот сейчас появилась Windows 10, и, будучи развернутой на большом количестве компьютеров, мы выпускаем потихонечку фиксы, выпускаем обновления безопасности, если обнаруживаются какие-то проблемы. Но через несколько месяцев, я не могу сейчас сказать точно через сколько, но давайте себе представим в качестве примера, через там три месяца к концу осени появится фича апдейт. Апдейт, который действительно привнесет в текущий вариант Windows 10 какие-то новые возможности. И далее организации будут решать, хотят ли они этот фича апдейт сразу применить к машинам, если они уже в процессе миграции на Windows 10, или они посмотрят, как себя это обновление будет вести. И поскольку с течением времени мы будем выпускать, опять же, апдейты, хотфиксы вот к этому фичи паку, то там через несколько месяцев его можно будет установить с уже этими примененными, отработанными, проверенными обновлениями. Чуть более детально о том, чем же принципиально отличается текущая ветка Current Branch, Current Branch for Business и Long Term Servicing Branch, что еще раз собой представляют эти ветви Windows 10. То, с чем мы имеем, сталкиваемся с вами сейчас, это вот Current Branch. Сборка RTM Windows 10, которая вышла и была установлена на большое количество домашних компьютеров. Теперь вы, присматриваясь к ней, можете принимать решение о том, разворачивать ли ее сейчас на машины своей организации. Давайте себе представим, что компьютеры вашей организации напрямую используют Windows Update. Что это означает? Это означает, что когда, через несколько месяцев, появится вот этот фичи апдейт, с помощью Windows апдейта он будет автоматически установлен на вашей машине с Windows 10. Но если в настройках Windows апдейта вы установите вот этот чекбокс, который на слайде сейчас помечен, квадратиком, вы тем самым включите задержку в применении именно вот этого фичи апдейта. Секьюрити апдейты, хотфиксы, они по-прежнему будут через Windows апдейт доставляться на ваши машины для того, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу операционной системы и исправить какие-то вопросы, связанные с безопасностью. Но вот именно обновление функционала операционной системы, оно произойдет лишь спустя несколько месяцев. Этот чекбокс имеет какое-то значение и влияние только в том случае, если ваши машины действительно обновляются через Windows апдейт напрямую. Если, как в большинстве организаций сейчас происходит, управление апдейтами реализуется с помощью в СУС, Windows Service Update Services, или System Center Configuration Manager, наличие или отсутствие этого флажка никак не влияет на установку любых обновлений hotfix в Security Patch и Fitch Update, потому что только администратор в консоли Configuration Manager или в СУСа с помощью кнопки Approve решает, какие обновления будут или не будут установлены на компьютер организации. Вы можете продолжать использовать эти возможности и с выходом в Windows 10. Поэтому вполне может сложиться ситуация, когда выходит очередной фича апдейт. Во в СУСе администратор решил, что мы его сейчас применять не будем, и этот апдейт может быть применен спустя несколько месяцев. Но поскольку появление вот этих апдейтов теперь будет происходить чаще, как я уже сказал, раз в несколько месяцев, два-три раза в год, то и жизненный цикл каждого такого фича апдейта он станет теперь короче. Минимальный жизненный цикл составляет 12 месяцев. То есть как только появляется такой фича апдейт, и вы устанавливаете на свои компьютеры обновление функциональных возможностей операционной системы, как минимум в течение года эти машины будут нормальным образом получать все другие хот-фиксы и security апдейты, но по истечении вот этого жизненного цикла система перестанет получать любые обновления, в том числе обновления безопасности, до тех пор, пока вы не примените следующий фича апдейта. И в этом проявляется вот этот ритм обновления операционной системы Windows as a Service. Что касается long-term service branch, то есть как вы видели, вот current branch, current branch for business, это на самом деле одна и та же операционная система, просто обновления функционала в ней применяются в разные моменты времени. Тогда, когда определите вы с помощью традиционных инструментов управления, или если обновление устанавливается через Windows Update, когда Microsoft поставит у себя чекбокс, что этот фича апдейт пошел на машины. Long-term service branch – это отдельный дистрибутив Windows 10, отдельный SKU с соответствующим названием. Windows 10 Enterprise LTSB. Если вы устанавливаете на машины своей организации такой дистрибутив, как я уже сказал, никакие фичи апдейты после этого к нему не применяются. Только апдейты обновления безопасности, соответствующие хотфиксы. Но еще одна принципиальная разница между, скажем так, обычным дистрибутивом и дистрибутивом LTSB заключается в том, что в LTSB, в long-term service branch, не включены определенные компоненты. Как вы видите сейчас на слайде, в этом дистрибутиве нет Microsoft Edge, в этом дистрибутиве нет никаких встроенных метро или там универсальных, как их сейчас принято называть, приложений. Хотя, безусловно, любые Win32 приложения вы при необходимости можете туда установить, равно как и Universal Application, если они разработаны для вашей организации с помощью, так называемых, сайт-лоудинг-процесса, вы тоже можете на эти операционные системы установить. Вы определяете, какие приложения должны на этом дистрибутиве существовать и в течение длительного срока, нескольких лет, вот в таком состоянии эта операционная система может пребывать. Опять же, ориентирована в основном на использование каких-то специализированных устройств. Соответственно, если вы посмотрите, как выглядит обычная установленная Enterprise версия или Professional версия Windows 10, на скриншоте сейчас она находится слева, и как выглядит дистрибутив Long Term Service Branch, вы увидите, что залогинившись в LTSB, вы не увидите ни Windows Store, ни Microsoft Edge, ни приложения новости или спорт, или что-либо такое. Такой минималистичный дистрибутив, который вы потом управляете по выработанному вами расписанию. и заапгрейдить дистрибутив дистрибутив LTSB можно только ну вот так, как это традиционно делалось раньше для версии Windows. Как только мы выпустим очередной дистрибут LTSB, вы там с помощью конфиг-менеджера или там других средств сможете заменить, если это необходимо для вас, текущую версию Long Term Service Branch на новую. Если необходимо, работайте с текущей, и в течение там десяти лет, как сейчас мы это делаем для операционных систем, мы будем осуществлять поддержку этого варианта дистрибутива. Итак, когда развертывать? Вот то, что вы видите сейчас на слайде, это, скажем так, стандартный ритм, стандартный процесс, который мы предлагаем использовать. Появляется очередная публичная сборка Windows 10, давайте скажем так, то, что называется Current Branch, то, что имеем с вами сейчас. Мы предлагаем этот дистрибутив с помощью любых инструментов, о которых мы сейчас поговорим, развернуть на энное количество ваших устройств. Это могут быть специальные там устройства IT-департамента или каких-то пользователей их устройства выбираете для этого пилотного проекта, и на этих устройствах вы смотрите, как ведет себя система. как ведут себя приложения, потом применяете более широкое, более широкий диплоймент этой сборки на машины вашей организации, и, наконец, если вы видите, что все устраивает, основные бизнес-приложения работают в порядке, пользователи довольны, делаете широкое внедрение этой сборки на остальные системы. Выходит очередной фича Update, и, опять же, вы анализируете, как он себя ведет, делаете пилот, если все в порядке, разворачиваете на остальные машины предприятия. Таким образом, если считать, что между появлением фичи Update проходит примерно 4 месяца, значит, каждые 4 месяца такой Update появляется, а жизненный цикл, срок поддержки такого фичи Update составляет не менее 12 месяцев, вот вы видите, что около года, может быть, чуть побольше, уходит на процесс развертывания и применения и имплементации этого фичи Update на компьютерах вашей организации. С помощью чего можно развернуть Windows 10 и каким образом? Ну, перед вами сейчас три основных подхода к установке операционной системы. Первый – это традиционное развертывание, то, к чему вы привыкли в течение многих лет работая с операционной системой Windows. Так называемый Vibe and Load процесс. Когда мы, подготовив дистрибутив операционной системы, возможно, кастомизировав его, добавив туда необходимые корпоративные приложения, размещаем его, например, на Config Manager или настраиваем его с помощью пакета Microsoft Diploment Toolkit и запускаем развертывание этой сборки этой операционной системы на машины наших сотрудников. При этом, соответственно, эти машины загружаются с помощью Windows Installation Environment или загружаются по сетке, берется этот дистрибутив, сносится все, вернее, запускается утилита User State Migration Tool, которая собирает информацию о настройках и данных пользователя, сохраняет ее где-то, ставит заново чистую операционную систему и возвращает настройки и данные пользователю. И этот процесс, он по-прежнему никуда не делся, вы можете его использовать. Но согласитесь, что если вот этот фич-апдейт будет появляться в течение нескольких месяцев, то достаточно трудоемкая задача будет каждый раз пересобирать вот эти кастомные образы Windows и разливать на машины ваших сотрудников. Это вполне возможно и технически вполне реализуемая, но следует оценить трудоемкость и затраты на это. Вариант, который мы рекомендуем для Windows 10 это In-place Upgrade. Мы достаточно много сделали для того, чтобы обновление на месте операционных систем Windows происходило максимально быстро, во-первых, и с минимальными сбоями и проблемами, во-вторых. In-place Upgrade Windows 10 поддерживается для операционных систем Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и принципиально его отличие и преимущество заключается в том, что в ходе такого обновления сохраняются не только настройки и данные пользователя на все приложения, которые были на этом устройстве установлены. Третий вариант, о котором мы более детально поговорим во втором докладе нашей сегодняшней встречи это подготовка или провиженинг компьютеров. Для этого используются так называемые специальные пакеты PPKG файлы, в которых мы можем задать определенные настройки и применить их к машинам, на которых уже установлена операционная система Windows 10. Давайте по каждому из этих пунктов поговорим чуть более детально и посмотрим, какие инструменты мы можем для этого применять. Итак, начну я с in-place апгрейда, обновления на месте. Как я уже сказал, этот вариант поддерживается для операционных систем Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Этот вариант применяется как раз и для домашних устройств, те пользователи, которые уже получили Windows 10. Вот как раз эта процедура и произошла с их устройствами. Но понятно, что в корпоративной сети едва ли во многих случаях вы будете использовать такой Windows Update, поэтому и Configuration Manager и Microsoft Deployment Toolkit можно применять для in-place апгрейда. Мы с Володей как раз покажем, каким образом. Важно отметить, что в случае использования этого варианта перехода на Windows 10 необходимо использовать стандартный install vim-файл. Если при традиционном диплойменте как правило этот vim-файл вы кастомизировали, то для in-place апгрейда важно и технически это, наверное, единственный способ использовать именно стандартный install.vim-файл из дистрибутива. Почему? Потому что если вы добавите туда какие-то приложения, какую-то версию офиса, например, и при обновлении операционной системы на конкретном устройстве мы столкнемся с тем, что это же приложение на более старой версии присутствует, сетап просто не знает каким образом заставить две версии одного и того же приложения после обновления жить корректным образом или как слить их настройки и так далее. Тем не менее этот стандартный install vim вы можете обработать патчами, которые вышли на момент, когда вы соберетесь внедрять операционную систему. То есть вышедшие обновления безопасности hotfix и можно интегрировать в этот файл install vim для того, чтобы сразу получить максимально обновленную версию на машинах. Обновление на месте в этот процесс встроен так называемый файлбэк. Если мы используем традиционный способ, машина загрузилась с помощью образа Windows PE, в этот момент началось копирование файла например на новую машину сетью что-то произошло. Фактически процедура установки Windows на этом остановится и пока вы не сядете за эту машину и не исправите не заставите или заново запустите эту процедуру ничего не произойдет. Inplace Upgrade содержит внутри себя логику отката в случае каких-либо сбоев. Сбой в сети, сбой по питанию. Если в процессе проблемы с драйвером какие-то происходят, если в процессе обновления операционная система понимает что обновление не может быть завершено успешно происходит откат и вы получаете устройство в том состоянии в котором оно было до начала миграции до начала обновления. Мы провели достаточно тщательное тестирование этого подхода при переходе с Windows 8 на Windows 8.1 накопили определенный опыт набили шишки использовали этот опыт в улучшении процедуры Inplace Upgrade для Windows 10 и мы надеемся что вы оцените эту процедуру оцените этот метод этот вариант перехода на Windows 10 и по крайней мере попробуйте на некоторых машинах своей организации. Как еще раз подчеркну никто не заставляет использовать вас именно этот вариант традиционные методы по-прежнему работают но опять же с учетом того что фичи апдейты будут появляться с определенной регулярностью этот вариант наиболее прост и прозрачен с точки зрения и айтишников и конечного пользователя у которого там обновился компьютер он залогинился появились и новые возможности и все старые его приложения сохранились есть определенные сложности и ограничения связанные конкретно с этой процедурой Inplace Upgrade мы о них поговорим но если переходить непосредственно к инструментам вы можете запустить обновление на месте просто запустив Setup.exe из дистрибутива Windows на нужном устройстве но в корпоративной среде понятно для этого как правило используются какие-то специализированные инструменты Inplace Upgrade поддерживает текущая версия System Center Configuration Manager естественно это обновление на месте поддерживается следующей версией Winnext Configuration Manager на текущий момент доступный System Center 2016 Technical Preview 3 и кроме того Microsoft Deployment Toolkit бесплатная утилита для деплоймента версии 2013 Update 1 также может использоваться для вот такого Inplace Upgrade когда Inplace Upgrade точно применять нельзя или невозможно вы не можете обновить операционную систему с изменением ее архитектуры то есть заапгрейдить на месте 32-битную версию на 64-битную или наоборот для этого надо сносить операционную систему ставить ее с нуля устанавливать заново все приложения Inplace Upgrade не применим к Windows To Go стикерам или съемным жестким дискам а также для системах которые используют загрузку из VHD если вы планируете вот сейчас у вас установлена операционная система Windows 7 например на устройстве где уже есть UEFI он например используется в режиме Legacy BIOS опять же Upgrade Inplace должен проводиться без изменений типа BIOS или типа firmware правильно сказать на этом устройстве если на компьютере используется несколько операционных систем Inplace Upgrade может пройти и даже наверняка успешно пройдет но загрузчик операционной системы поменяется и остальные операционные системы грузиться после этого у вас не будут это надо иметь ввиду если вы там готовы знаете как после этого вернуть bootloader который у вас до этого использовался тогда можете использовать этот вариант если вы планируете вот это устройство например использовать для создания образа который в дальнейшем будете разворачивать на машины на другие машины и вашей организации с помощью утилиты sysprep хотите этот образ подготовить не применяйте Inplace Upgrade утилита sysprep если видит что на этом устройстве произошло обновление операционной системы с помощью этого метода он просто не запустится выдаст вам сообщение об ошибке и наконец Inplace Upgrade не стоит применять если на ваших устройствах используются какие-либо системы шифрования третьих фирм ну за исключением BitLocker с BitLocker все понятно это наша технология мы знаем как использовать ее в процессе обновления есть API которые мы предоставляем вендорам производителям этих систем шифрования чтобы они могли встроить свою систему в процесс обновления но на текущий момент пока наверное никто не объявил о таком готовом решении поэтому такие системы шифрования лучше отключать на момент обновления или использовать другой процесс перехода на операционную систему если у вас шифрование дисков используется сторонними технологиями сторонних производителей какие инструменты более конкретно и четко в этой таблице представлены вы можете использовать для первое управление машинами с Windows 10 и для установки Windows 10 на эти устройства Configuration Manager 2007 при установке соответствующего обновления может управлять машинами с Windows 10 Config Manager 2012 и 2012 R2 может применяться и для управления и для развертывания операционной системы на устройство для этого надо установить соответствующие сервис паки как вы видите в таблице эти сервис паки уже доступны для скачивания безусловно будет поддерживать следующая версия Config Manager Upgrade in Place ну и Microsoft Deployment Toolkit 2003 Update 1 с обновлением 1 который тоже уже доступен для скачивания на сайте Microsoft тоже может быть использован для развертывания операционной системы Windows 10 и в том числе поддерживает процедуру Upgrade in Place ну и теперь давайте мы посмотрим как выглядят основные шаги по использованию Microsoft Deployment Toolkit MDT и Config Manager для вот этого варианта развертывания Windows 7 для обновления на месте я сначала вкратце покажу как это выглядит на MDT для этого я переключусь на машину где у меня Microsoft Deployment Toolkit 2013 развернут так прошу прощения вот он в MDT мы запускаем Deployment Workbench утилиту подготавливаем Task Sequence последовательность задач все выглядит так же как и в предыдущих хорошо знакомых версиях MDT как-то мы эту последовательность задач называем например Demo и в версии 2013 Update 1 появился новый шаблон здесь вы найдете шаблон который так и называется Standard Client Upgrade Task все что надо будет дальше указать это дистрибутив который вы будете разворачивать и это последовательность действий на машинах ваша организация реализует именно обновление на месте на одной из таких машин с Windows 7 я сейчас переключусь вот она перед вами если здесь запустить ну сейчас я руками его запущу скрипт взаимодействующий с MDT Light Touch VBS то вот какие экраны мы с вами увидим в данном случае первое что нам скажет MDT традиционно какие образы подготовлены у меня там единственный образ это образ как раз для установки в режиме in place если я его выбираю все что мне останется дальше указать это BitLocker использую я его или нет и credentials для подключения к шаре где лежит дистрибутив ну и естественно пароль будем надеяться что я его убил правильно что происходит дальше дальше последовательность задач отрабатывает на этой машине и запускается на самом деле сетап.exe стандартный для дистрибутива Windows это можно будет увидеть потом в Task Manager например и осуществляется обновление на месте да пароль все-таки указал неверно давайте быстро я исправлюсь соответственно после этого машина перезагружается устанавливается Windows 10 перемещаются все приложения данные настройки пользователей через какое-то время чтобы мне сегодня не получается правильно ввести пароль и через какое-то время мы получим машину с Windows 10 если происходят какие-то проблемы автоматически происходит откат предыдущей версии и соответственно машина будет ровно в том же состоянии в котором вы видите сейчас Configuration Manager VNext что в нем появилось принципиально нового для реализации этой задачи обновления на месте на самом деле та же самая новая последовательная задача Task Sequence добавлена в Configuration Manager и видна в консоли у меня эта последовательная задача уже создана ну а для того чтобы продемонстрировать нажимаем кнопку Create Task Sequence и вот здесь появился новый пункт вот он Upgrade Operating System from Upgrade Package и этим Upgrade Package является дистрибутив Windows 10 Install Beam File Вы точно также можете использовать In-Place Upgrade и с использованием Config Manager 2012 2012 R2 Проблема некоторая заключается в том что там нет вот этой готовой Task Sequence по обновлению на месте но уже есть информация в блоге Config Manager SCCM о том как подобную последовательность задачи можно подготовить я вот как раз надеюсь что Володя нам попробует это показать и рассказать Добрый день коллеги Сейчас я вам покажу как с помощью Configuration Manager 2011 R2 обновиться до операционной системы Windows 10 Что для этого нужно в общем-то как сказал Александр на сайте размещена информация где полностью описан процесс как выполнить обновление есть в общем-то изображение как должна выглядеть последовательность задач соответственно что мы делаем на этой странице есть ссылка где можно скачать уже готовый шаблон Task Sequence и установить и установить в Configuration Manager 2012 R2 Service Pack 1 либо Configuration Manager 2012 Service Pack 2 вот он у меня уже загружен развернут так что нужно сделать нам нужно перейти на вкладку Software Library Task Sequence Import Task Sequence дальше мы просто копируем существующий путь до Task Sequence указываем zip файл и у нас будет автоматически уже создан тот Task Sequence который предоставили разработчики помимо этого необходимо в папку Windows Next Upgrade Files скопировать Upgrade Media непосредственно дистрибутив с Windows 10 у меня это Windows 10 64-битная редакция Enterprise Edition нам предложат здесь создать новое либо использовать существующее у нас пока ничего нету поэтому мы будем создавать новые пакеты в общем-то все достаточно просто итак вот что у нас есть после того как мы импортировали Task Sequence у нас появилась новая последовательность задач которая называется Windows Next Upgrade также появились новые пакеты которые называются Windows Next Upgrade Media и Windows Upgrade Media Scripts Я думаю вы наверное обратили внимание что используется не совсем обычный способ обновления то есть мы не создаем как обычно последовательность задач для операционных систем давайте распространим контент на нужные точки распространения у вас не будут использоваться ваши бут образы будут использоваться именно те бут образы которые идут непосредственно в дистрибутиве Windows 10 здесь опять же не кастомный вариант а вот именно стандартный да это будет стандартный бут образ это не будет бут образ configuration менеджера так давайте дождемся пока распространиться я пока я вам покажу пока распространяется на точке распространения покажу как выглядит этот task sequence что в этот task sequence входит в него входит проверка того что наш компьютер подходит к минимальным требованиям Windows 10 то есть проверяется количество оперативной памяти свободное место на диске и соответственно то что мы запускаем task sequence на клиентской операционной системе дальше будут выполняться скрипты которые предоставили непосредственно разработчики запускается setup.exe как говорил Саша то что это происходит запуск обычного setup.exe с параметрами и соответственно в параметрах указывается где будет откуда будет у нас браться дистрибутив дальше у нас идут если у нас задание не отработало то идет рекавери и мы откатываемся на предыдущее состояние в общем-то с которого мы запускали дальше здесь как обычно используется что мы хотим установить или не хотим установить обновление и идет очистка директории куда у нас был сохранен непосредственный дистрибутив так я надеюсь у нас уже пакеты залились на точке распространения если нет скрипты уже залились сейчас зальется непосредственно пакет с операционной системой дальше что нужно сделать как обычно все мы должны распространить наш task sequence распространять мы его будем уже на заранее созданную коллекцию в которой у нас находится операционная система с windows 7 которая подготовлена для презентации говорим что мы не хотим его распространять принудительно будем распространять по желанию непосредственно самого пользователя перейдем операционной системе которую мы будем обновлять нам говорят что она не активирована что так ну демонстрация зайдем под пользователем который может выполнить установку потому что у нас тоже есть ограничения и в общем-то такие процессы как обновление операционных систем могут выполнять в организации только администраторы так как у нас тут control light delete ну то есть вот резюмируя коллеги да мы убедились в том что в общем-то в config manager 2012 2012 r2 там отличительный шаг в том что этот task sequence нужно получить и интегрировать сам продукт дальше идея абсолютно такая же то есть мы task sequence настроили дистрибутив положили и распстранили на distribution point и потом задеплоили этот task sequence на нужную коллекцию все верно на клиентской машине в software center появляется там ну например доступный дистрибутив щелкнув по которому пользователь запускает процесс если конечно вы там не настроили какой-то жесткий вариант когда его спрашивать никто не будет да все так и есть в общем-то если у нас действительно останется время конечно можно увидеть как появится загрузочное окно windows 10 ну давайте сделаем так давайте переключимся на мою машину я пока Володя вам демонстрировал config manager разобрался что я там неправильно вводил неправильно не пароль вводил администратор логин набрал неправильно но вот если вы видите сейчас мой экран это караста машина с windows 7 и идет процесс обновления in place апгрейда запущенный с помощью последовательных задач mdt мы видим что это действительно обыкновенный процесс обновления а если посмотреть на процессы которые сейчас съедают процессорное время это вот setup host который собственно эту процедуру выполняет и чуть позже мы вернемся к этой машине но может быть уже в следующем докладе для того чтобы посмотреть проанализировать результат посмотреть что получилось давайте поговорим о том какие новые механизмы перехода на windows 10 появились с появлением этой операционной системы итак мы поговорили о in place апгрейде есть процедура технология которая называется provisioning оригинальный термин или подготовка как мы по-русски стали это называть этот сценарий этот механизм технология provisioning применяется к машинам на котором уже установлена операционная система windows 10 это такой достаточно частный случай частный сценарий когда он может использоваться когда например организация применяет или там разрешает сотрудникам использовать свои устройства сотрудник купил там не знаю планшет новый с предустановленной десяткой для того чтобы с помощью этого планшета работать в корпоративной сети к этому компьютеру нужно применить какие-то политики подключить его там например к системе управления mdm mobile device management возможно если это устройство принадлежит организации то есть организация купила этот планшет для сотрудника обновить там проредакцию до enterprise что теперь тоже можно сделать просто путем ввода соответствующего ключа а не переустанавливая всю операционную систему вот все эти шаги можно сделать обычным способом подключив этот планшет например к windows intune microsoft intune то есть используя облачную службу онлайн или подготовив с помощью нового инструмента который называется windows imaging configuration designer соответствующий файл файл провизнинга с расширением ppkg который можно будет к этому планшету к этому устройству применить и это такое оффлайн применение настроек к текущему образу windows 10 мы подробно поговорим об этой технологии в следующем докладе постараемся на нее посмотреть и расставить все точки над в этом провизнинге но еще раз подчеркну это сценарий который предназначен для превращения устройств с уже установленной windows 10 и приведения их скажем так к корпоративному стандарту чтобы можно было работать с ними в корпоративной сети традиционные варианты диплоймента как я уже сказал они никуда не делись вы их можете вполне использовать то есть не in place upgrade а чистая установка операционной системы windows 10 все снесли на устройстве собрав предварительно данные или настройки пользователя или не делая этого установили заново windows 10 кастомный образ в котором уже необходимы корпоративные приложения применили патчи и так далее и тому подобное технологически здесь ничего не поменялось единственное чтобы это можно было сделать с windows 10 вам нужно обновить инструменты управления ну и собственно как вы уже видели применить сервис паки к config manager 2010 2012 2012 r2 если вы используете mdt убедиться что это версия 2013 update 1 дальше известные процессы известные подходы все то же самое да все у меня все готово я могу продемонстрировать ну давай мы пару минут тогда посвятим давайте вернемся к тебе я быстро запущу то есть опять же как я говорил что запускается это как приложение а не как operating system deployment и в общем то у нас появился в софтвере центре наш task sequence дальше нам достаточно нажать install и процесс установки операционной системы пойдет все просто да как мы с вами могли убедиться в общем никаких особых чудес в этом процессе нет инструменты известны лишь там небольшие шаги надо предпринять для того чтобы на текущих средствах вы могли это реализовать спасибо Володя вернемся к к слайдам несколько слов о совместимости приложений и устройств я хотел бы сказать коль скоро коль скоро речь идет о там миграции планирования этого процесса напомню что применительно к Windows 10 требования к оборудованию не изменились они такие же как для операционной системы Windows 7 8 и 8.1 совместимость с пользовательскими приложениями ну речь идет о классических приложениях Win32 уровень совместимости достаточно высок ну то есть по там анализу миграции на Windows 10 внутри Microsoft можем сказать что там более 90% приложений нормально работают под десяткой без каких-либо проблем связано это в том числе с тем что несмотря на то что в Windows 10 появилось много интересных новых возможностей изменений в подсистеме Win32 не так много и это обеспечивает совместимость приложений приложение магазина Windows из Windows Store уровень совместимости здесь тоже весьма и весьма высокий но поскольку понятно в процессе разработки операционной системы инженеры могли из Store необходимое приложение тестировать выяснять что не так какие проблемы и большинство из этих проблем совместимости были устранены еще до того как Windows 10 появилось и стало доступным для установки на машины отдельно надо сказать об интернет эксплорере вот на это стоит обратить внимание интернет эксплорер 11 помимо нового браузера Microsoft Edge встроен Windows 10 и наличие этих двух браузеров не случайно Edge новый красивый удобный для использования с тач интерфейсом браузер применяющий последние стандарты интернета интернет эксплорер 11 в первую очередь необходим для совместимости с веб-приложениями которые используются прежде всего внутри вашей корпоративной сети наличие режима Enterprise Mode режима совместимости с E8 и возможность настройки этого режима через групповые политики поможет вам обеспечить совместимость нормальную работу ваших веб-приложений корпоративных порталов и других утилит при переходе на Windows 10 важно помнить что с января 2016 года прекращается поддержка старых версий интернет эксплорера на предыдущих версиях операционной системы Windows 7 вот на этом слайде слайды напомню будут доступны для скачивания вы сможете посмотреть более детальную информацию какая версия EES с января 2016 года будет поддерживаться на каких версиях операционной системы Windows имейте это в виду и если мысли о переходе на десятку уже есть планы какие-то есть начинаете тестировать имеющиеся у вас приложения на предмет совместимости с IE11 потому что это единственная версия IE доступная и поддерживаемая в десятке что касается инфраструктуры здесь изменений надо внести минимум то есть десятка будет нормально работать в доменной сети под управлением практически любых не практически любых поддерживаемых сейчас контроллеров домена серверных операционных систем несколько телодвижений нужно сделать для нормальной активации Windows 10 в корпоративной сетке нужно установить соответствующий патч на KMS сервер если они у вас используются ссылку вы видите на слайде для Windows 8 8.1 Windows сер 2012 и 2012 R2 это обновление уже выпущено для семерки и 2008 R2 это обновление появится вскоре этой осенью кроме того надо будет загрузить новые ключи Mac и KMS они уже доступны на сайте Volume License Service и поддержка активации на базе Active Directory возможность которая появилась впервые в Windows Server 2012 также сохраняется и нормально корректно работает и для систем с Windows 10 если вы используете Microsoft Desktop Optimization Pack убедитесь в том что у вас используются последние версии утилит этого пакета либо применены последние сервис паки на слайде на слайде вы видите конкретную информацию какие SP или какие версии поддерживают десятку все они уже доступны для скачивания и могут быть использованы два дополнительных значимых изменения которые я хотел бы отметить относительно Windows 10 и эти изменения в том числе могут вами быть использованы или могут повлиять на миграцию на десятку первая возможность называется Compact OS компактная операционная система эта возможность предназначена для устройств с небольшим объемом жесткого диска для планшетов в первую очередь с объемами диска 16-32 гигабайта Windows съедает достаточно много пространства при установке на планшеты для таких систем это особенно чувствительно и новый ключик который вы можете использовать в утилите дисм ключик так и называется Compact позволяет установить операционную систему в сжатом виде причем это необычная компрессия NTFS это альтернативные потоки данных на NTFS это никак незаметно для пользователя он по-прежнему видит папку Windows Program Files все как обычно но все файлы дистрибутива находятся в сжатом виде это позволяет сэкономить несколько гигабайт для таких устройств если жесткий диск на устройстве достаточно большой эта технология абсолютно вам не нужна но подобных устройств обратить внимание компакт ос это развитие идеи winboot который впервые появился в Windows 8.1 но применять его гораздо проще чем восьмерки с помощью единственного ключика компакт ос не требует отдельного раздела как в случае с winboot файлом все находится на диске c там же сжимается к этому сжатому образу Windows применяются и в сжатом виде сохраняются hotfix и update которые к этому устройству закачивают и применяются и опять же тем самым экономится пространство и технологии reset refresh впервые появившиеся в Windows 8 теперь не требуется создавать отдельный раздел для recovery образом если нам необходимо поставить десятку что называется восстановить десятку с нуля выполнить чистую установку образ Windows 10 ну помимо того что вы с дистрибутивом можете понятно поставить если он носит под рукой образ Windows 10 может быть реконструирован на основе вот этой папки system32 s xs поэтому опять же recovery раздел дополнительный не нужен другое дело что аемы производители устройств зачастую вот в этот recovery образ вставляли драйверы утилиты которые для этого устройства они там подготовили и внедрили в этот образ как поступать в таком случае с помощью утилиты USMT из пакета ADK assessment deployment kit вы можете подготовив нужный вам образ операционной системы сохранить все вот эти дополнительные драйверы дополнительные утилиты дополнительное программное обеспечение в виде упомянутого мной ppkg файла положить его внутрь устройства на диск c и тогда в процессе ресета заново ставится чистая операционная система и автоматически применяется вот этот ppkg файл и тем самым мы получаем ну в случае аема опять же операционную систему со всеми драйверами утилитами и этот же подход вы можете использовать у себя в организации если после стандартного такого процедуры ресет и обновления windows какие-то утилиты какие-то инструменты должны присутствовать в образе в этом устройстве в заключении несколько рекомендаций по переходу на windows 10 как я уже сказал на довольно большом количестве устройств десятка уже используется сейчас консюмерских устройств мы провели миграцию на устройство windows 10 внутри microsoft на большом количестве людей посмотрели набили шишки и здесь вы видите наиболее часто встречающиеся проблемы при миграции при переходе на windows 10 первое что бы рекомендовал делать если речь идет об обновлении windows 10 посмотрите на сайт производителя этого устройства у многих уже сейчас есть какие-то какая-то информация какие-то данные связанные с поддержкой windows 10 кто-то говорит поставьте например вот этот видеодрайвер тогда обновление пройдет корректно или там поставьте последнюю версию bios или firmware и тогда с десяткой будет все хорошо то есть IEM они тоже уже отслеживают что происходит с этими устройствами и соответствующую информацию о поддержке windows 10 публикует убедитесь в том что на диске c достаточно пространства если вот речь идет о in place апгрейде обновлении на месте понятно что нужно для этого пространства сам по себе апгрейд in place это на самом деле тоже чистая установка windows 10 в которую потом интегрируется обнаруженные на этапе анализа приложения ключи реестра соответствующие файлы и старый образ который был на этом компьютере сохраняется в папке windows.old это тоже съедает определенное пространство эта папка через 30 дней автоматически удаляется или с помощью clean disk tool вы можете это сделать руками в любой момент но позаботьтесь о том чтобы на диске достаточное пространство имелось очень много проблем при обновлении ошибок возникает при использовании антивирусного программного обеспечения поэтому потестируйте отключите или он инсталируйте на время миграции этот антивирус потом поставьте его или там обновленную версию то же самое происходит с vpn-клиентами массу я получил писем о проблемах при миграции когда например стоит кастомный vpn-клиент цисковский vpn-клиент и после обновления вроде бы как все работает но пакеты никуда не ходят лучше эти клиенты инсталировать выполнить обновление и вернуть их на место как правило все происходит корректно отключить шифрование диска как мы уже с вами сказали ну и по возможности отключить съемное устройство или там usb-устройство кроме мышки клавиатуры которые нужны при обновлении вот эти простые достаточно рекомендации позволят избежать вам массу проблем при переходе на десятку на этом слайде представлены ссылки на основные ресурсы довольно много информации вы можете найти в курсе на mvay windows 10 развертывание управления безопасности в частности там нужно будет можно посмотреть как в демонстрации выглядит применение компактоз ключа там демонстрация есть ну и дальше ссылки на основные инструменты это adk для rtm версии десятки mdt где его скачать последний вариант с поддержкой 10 вышли remote server administrative tools rsad для десятки ну и две последние ссылки на technical preview windows сервера и system center в пакетиках в составе которого находится config manager все на этом с первой частью сейчас у нас перерыв на 15 минут и после перерыва мы с вами поговорим на провиснем оставайтесь с нами перерыв